Здесь вот упала капля, и это что-то нереальное. Огромное количество красящего вещества. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я хочу сейчас посмотреть, ну и показать вам, в принципе, разницу перманентных и татуировочных пигментов. И показать, как правильно работать татуировочными пигментами, миксами, моими, чужими. Неважно, чтобы не портить лица, потому что разница все-таки есть и довольно большая. То есть, если мы берем пигмент, это NPM, и капаем каплю. Если мы берем это Face and Body пигменты, американские, они, конечно, очень густые, но кладем пучку. Эти жидкие, прям очень сильно. Это Derma. И это у нас Soft Up. Очень красивые, кстати, цвета, мне нравятся. Но мне не очень нравится, какой остаток. И это у нас Aqua. Aqua, это единственный, кстати, перманентный пигмент, который на данный момент мне все-таки нравится. И их, как они ложатся, и их остаток, и как они держат волосок. Все. Так, и это один из наших миксов готовых. Вот эти все перманентные, они как будто разбеленные. Я думаю, что, конечно, не совсем правильно так смотреть на концентрацию. Но концентрация у татуировочных пигментов, она гораздо выше. Но, в принципе, вот видно, насколько плотно я размазываю. Я могу весь ватный диск закрасить. Очень-очень много красящего вещества в этих двух каплях, что упали. На этих же видно, что мало, все полупрозрачно. Ну да, я думаю, что пример вполне съедобный этот, потому что очень мало красящего вещества. Я сейчас говорю не о цветах, я сейчас говорю только о концентрации самого пигмента на, не знаю, на миллилитр. В акве с этим получше, но получше, но тоже не так. То есть здесь вот упала капля, и это что-то нереальное. То есть очень много, но не сравнить ни с чем. Можно еще один ватный диск пропитать пигментом этим же спокойно. То есть огромное количество красящего вещества. Навела тут я бардак. Для себя я тоже, кстати, думала, что не получится посмотреть. Только, в принципе, на кожу, одинаковый нажим, одна озона, одна техника. Но тут очень явно видно, насколько много на миллилитр, на каплю буквально красящего вещества. В тату-пигментах. Исходя из этого, техника должна быть совершенно другая. Если вы собираетесь работать или уже начали работать тату-пигментами, надо работать очень-очень поверхностно. Пигмента надо брать мало, его надо разбавлять. Я сейчас, в принципе, покажу примерно, ну на латексе покажу, как примерно нужно работать тату-пигментами. В этих капсах разные пигменты. Это перманентно, это наш микс. Производители перманентных пигментов, в общем-то, они немножко обезопасили мастера, так как за счет большого объема каких-то вспомогательных ингредиентов, которые делают просто концентрацию ниже мастера, больше шансов не сделать ошибку. Почему я говорю, что татуировочными миксами нужно работать опытным мастерам, либо сразу учиться на них. Потому что очень многие пигменты, как NPM, Face & Body, Derma, ну очень многие пигменты, они позволяют работать барашками, Golden Eye, всевозможными барашками, штрихами какими-то хаотичными, на большой глубине, на разной глубине, потому что эти пигменты в коже подплывают и прощают довольно много ошибок. Но у них гораздо больший уход цвета, то есть когда брови заживают, очень большая потеря цвета. И очень часто нужно делать обновления. Получается, что производители перманентных пигментов добавляют настолько много всяких разбавителей, загустителей и прочих веществ в свои пигменты, что их надо использовать много, покупать много и часто делать обновления. То есть это хорошо производителям, может быть неплохо мастерам, которые могут много зарабатывать денег, но не очень хорошо клиентам. Ну, либо, получается, надо работать очень плотно, и тогда это плохо мастерам, потому что они тратят много денег на покупку пигментов, и хорошо производителям. То есть такие варианты. Татуировочные пигменты. Ну, ни один здравомышленный татуировщик не купит пигменты, которые не обладают определенными кроющими свойствами. То есть здесь очень высокая концентрация красящих частиц. За счет этого любое пятнышко, любое заглубление, оно не прощается. Вообще остаются неправильные цвета, допустим, если вы заглубились, остаются пятна, если вы неправильно штрихуете, не умеете штриховать. То есть моя рекомендация научиться работать линейно. То есть вы кладете штрихи на одной глубине, одного размера, без стыков. Ваш штрих должен быть идеальный. Вы должны научиться работать сериями точечек на любой зоне. Не заглубляться, потому что если я вот так вкопаюсь, то даже если визуально свежая бровь будет смотреться правильного цвета, то то место, где я закопалась глубоко, ваша зона может, особенно брови, дать неправильный оттенок. То есть холоднее выглядеть. Поэтому если вы хотите научиться работать татуировочными миксами, если вы хотите более предсказуемый остаток и цвет, то вы должны овладеть в совершенстве штрихом и научиться чувствовать кожу, чтобы вы не заглублялись, потому что татуировочные пигменты ошибок не прощают. На татуировочных пигментах нельзя работать вот с такой, например, скоростью, то есть совершать вот такие движения. То есть вот каждое вот это вот четкое окончание вашего штриха – это пятно. и есть риск, что вы заглубились. Нельзя работать вот таким образом. То же самое. Но и при условии, что вам не нужен плотный-приплотный прокрас, примерно вот так же, прям кружочками будет выглядеть. Если это сделать, допустим, тем же самым NPM, вот в такой технике поработать, то очень велика вероятность, что все это всплывется в равномерную дымку. Если сделать это татуировочным пигментом, вот таким примерно трешаком это и будет выглядеть. Поэтому научитесь работать мягко, линейно. Кстати, вот в этой технике можно работать всеми пигментами. Просто вам нужно будет, если вы работаете перманентными, усиливать концентрацию точек, скажем так, на квадратный миллиметр. То есть вам надо просто плотнее все будет класть и все. Так же красиво вы будете класть дымки, работать без стыков, делать мягкие переходы и прочее. Поэтому моя вам рекомендация, прежде чем начать работать татуировочными миксами нашими или чьими-то другими, или пытаться делать свои миксы, научитесь правильно вносить в кожу пигмент, правильно рисовать штрих. То есть вот как я сейчас рисую, без четкого начала и без четкого окончания. Вы сможете соединять в любой вообще последовательности, в любые формы свои штрихи и работать, совершать очень красивые работы. На нашем сайте, кстати, есть много видеоуроков по поводу именно штрихов, то есть как правильно штриховать, начиная с ручки, если вы еще только вообще начинающий мастер, прям вот обычной ручкой шариковой, и заканчивая уроками про правильный штрих аппаратом и пигментами уже. Поэтому я вам советую посмотреть их и много-много практиковаться, чтобы научиться работать в правильной технике, в которой прощают все ошибки в принципе, и делать красивые работы. Надеюсь, я понятно объяснила, как работать татуировочными пигментами. Очень-очень поверхностно, без изменения цвета. То есть если вы вдруг видите, что цвет похолодел, и с коричневым стал серо-коричневым на коже, то, знаете, вы заглубились. Надо уменьшить нажим. Но я рекомендую, прежде чем начать ими работать, очень много поучиться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.